Добрый день, здравствуйте, я рад вас видеть. Спасибо, что вы пришли на наше занятие. Сегодня мы разберем сейчас ваши домашние задания. Вы прислали мне свои видео, спасибо за это большое. Я хочу у вас спросить, домашнее задание, когда вы выполняли, вам было трудно или тяжело? Нормально, в основном все говорят. Лера, так не очень легко. Вначале Полина говорит, было тяжело, а потом более-менее. А Елизавете, как было тяжело, нормально. Тимофей, домашнее задание трудно было тебе делать или легко? Ну так, в общем-то, тяжеловато. Конечно, потому что домашнее задание немножко сложно делать, да, потому что нужно текст адаптировать на русский жестовый язык. Сегодня мы с вами разберем ваши какие-то там недостатки. Это не то, что я на вас там ругаюсь или как-то. Это для того, чтобы вы поняли, какие есть ошибки, и с каждым разом у вас получалось все лучше и лучше. Не обижайтесь друг на друга, спокойно воспринимайте критику, это будет нормально. Пожалуйста, включите нам первое видео. Вы посмотрели на видео Елизаветы? У вас есть мнение какое-то? Алина говорит, я вообще ничего не поняла. Полина. Один, два, три, четыре, пять она считает и делает вид, как будто она ищет лестницу. Это неверно. Так в тексте не было, про то, что они потеряли лестницу. Лера. Алина говорит, что непонятно, потому что очень дергается и жесты в разные стороны. Так, Лера. Мне было трудно смотреть, потому что не было шагов по лестнице, не было понятно, что она поднимается по лестнице. В жестах это не было передано Анфиса. Нужно спокойно, и фон нужно однотонный. А все очень мешает, очень много отвлекающих факторов на видео. Да, и освещение сбоку, да, мешало тоже. Лиз, ты не переживай, у тебя все хорошо, но у тебя ощущение, как будто ты танцуешь. Тебе нужно стоять на месте, да, когда ты рассказываешь. И когда ты считаешь ступеньки и ищешь, да, ты вроде как хорошо выражение лица показала, но нужно добавить жест, что ты поднимаешься по лестнице, а потом выражение лица не ищешь ступеньки, а что забыл, да, оно немножко другое интонационно в жестовом пространстве. Потом нужно сказать, у ворот, ты показала жест у забора, а там в тексте про ворот, про ворот, про ворот, про вороты рассказывается, что сестренка ждала у ворот. Давайте посмотрим следующее видео. Это Тимофей. Анфиса что-то хочет сказать. Как вам кажется, Лера, у него нет ориентации жестов в пространстве, то есть от какого персонажа он говорит. И тоже нет поднятия по лестнице. Алина что хотела сказать. Да, интересно, но немножечко тоже жесты не очень хорошо видны за счет того, что плохо передается видео, да, но видео передается за счет зума, это не его недостатки, не его вина. Тимофей, ты сам заметил какие-то у себя недостатки, да? Да. Мама сказала. Что мама сказала? Что были какие-то ошибки, и что я не очень хорошо рассказывала. Что я буду стараться и буду делать лучше. Посмотри, у тебя нет интонации выражения лица. У тебя лицо статично. И немножечко не хватает ориентации относительно персонажа жестов в пространстве. Да, то есть чтобы обозначить, от какого персонажа ты говоришь. То есть чтобы было понятно, от кого ты расскажешь. Постарайся в следующий раз это учесть и сделать по-другому. Лера хочет что-то давать. Я еще вспомнила, что когда он говорит, что забыл, нужно показать жест, стоять, да. Я остановился и забыл, да. Нужно точно передавать смысл текста, а то ты просто шел и как бы замолчал. Шаг, 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 шаг и остановился. Нужно точно передать жестами то, что происходит. Давайте посмотрим следующее видео. Так. Так. Продолжение следует... — Связь не очень хорошая, да. Я смотрел все ваши домашние задания, и когда я смотрел дома, все было хорошо. У нее хорошая ориентация, она показывает шаги, показывает все выражение лица персонажа. Ошибок нет. — Лера что-то хотела сказать? Мне кажется, что она пропустила, забыла, что остановился, не говорит, что он забыл и остановился. — Нет, не обязательно. Она уже показала в жестах выражением тела остановку. Если нет выражения лица интонационного, тогда нужно дополнительно жестами показывать остановку. — Она сыграла и лицом, и жестами, да. И, в общем-то, все понятно, о чем идет речь. Ты молодец, Валерия. Я думаю, что с каждым разом ты будешь все лучше и лучше показывать. — Вы не расстраивайтесь, у вас у всех все получится. Не забывайте про мимику лица, не забывайте про ориентацию жестов в пространстве, и все будет отлично. — Полина, два раза у нас. Следующий, пожалуйста. — Елизавета. — Она говорит, что не говорит, кто из них. Вначале можно сказать имена, а потом уже не обязательно дополнять, что кто говорит. — То есть ты считаешь, я не понял, что нужно имена говорить или не нужно. Нужно говорить, что нужно, что нужно обязательно говорить имена. — Я взял только кусочек из ее рассказа. — Ты считаешь, что каждый раз нужно говорить имя? Нет, не каждый раз. — Ага. То есть все верно, да? Когда имя называет, то есть всегда нужно говорить. Хорошо, Анфиса, твое мнение. И мне кажется, что она дактилирует, а нужно жестом показывать. — А какое слово она дактилировала, например? Такого неба? Ага, ты поймала, да? Хорошо. Кто еще что-то увидел? — Все. Все? Больше? Вот Алину хочется что-то добавить. Вообще все хорошо, но мне не хватает выражения лица, да? То есть еще усилить. Когда я сам смотрел ролик ее, мне все очень понравилось, очень хорошо. Полин, ты называешь Валя и Петя, это лишнее. В самом начале рассказа достаточно сказать, какие у нас персонажи, мы их называем, а потом дальше не обязательно при каждом диалоге уточнять, кто говорит, потому что благодаря ориентации относительно персонажа жестов в пространстве, то тогда понятно, о ком идет речь. То есть не нужно все время повторять «сказал Валя» или «сказала Петя», «ответил Петя», «сказала Валя», да? Да, когда ноги устали, да, ты просто по талию показывала, поэтому ног не видно, а так мне очень понравилось, как ты рассказываешь. Давайте посмотрим следующее видео. Спасибо. Полина. Вообще все хорошо, но мне не хватает немножко эмоций на лице, а так все интересно. Так, кто еще хочет сказать? Лера. Все хорошо, все нормально, но чуть побольше ориентации относительно персонажа. Валерия. Все хорошо, да, но ориентации в пространстве не было относительно, и эмоций не хватало, то есть больше передать эмоциональность. Тимофей. Все хорошо. И спешит немножко, она спешит, да, быстро рассказывает. Угу, что сказать, что Алина, очень быстро ты рассказываешь, пришла мама, дальше, дальше. То есть очень быстро на жестах говоришь, а нужно поспокойнее. Брат Петя считает, один, два, три, я забыл, как дальше. А мама, следующие шесть, да, видите, а ты очень быстро все это рассказываешь на жестах, весь текст. И тогда не успевают люди заметить, нет ориентации относительно персонажа, и немножечко не хватает эмоций. У тебя обычное выражение лица, когда ты говоришь шесть, видишь, как нужно использовать жестовое пространство лица, да? То есть важно, когда ты выдаешь это все плюс интонационно при помощи лица, а так все очень хорошо. Чуть-чуть добавить ориентации относительно персонажей, не быстро, спокойненько, да? Когда в обычной жизни разговариваешь, ты можешь говорить с любой скоростью, а когда ты рассказываешь рассказ, то обязательно нужно учитывать, что жестами нужно рассказывать в спокойном темпе. Не расстраивайся, это практика, это для того, чтобы ты научилась делать все лучше и лучше с каждым разом. Пожалуйста, следующее видео. Лори рассказывает сейчас. Она смотрит наверх, а не на нас, и не двигается. Выражения лица тоже нет, нет ориентации относительно персонажа в пространстве. Хорошо. Алина. Да, что самый большой недостаток, ощущение, что она смотрит куда-то наверх, а не на нас. Поэтому не хорошо считываются жесты. То, что замедляется, да, это зависит от связи, исходя от того, что мы через Zoom транслируем. Да, основной недостаток, говорит Лера, да, что то, что она смотрит наверх. Да, мы все поняли, то есть вы все заметили. Лори, спасибо, что ты прислала видео, хорошо рассказываешь. Все уже сказали, основной недостаток состоит в том, что ты не смотришь в камеру, а смотришь куда-то наверх. Все-таки нужно смотреть в камеру, чтобы было ощущение связи со зрителями, которым ты рассказываешь. Это важно. Фон у тебя хороший. Один, два, три, четыре, пять. Нужно показывать, что персонаж шагает, да, понимаешь, а не просто считать на руке цифры, да. Вот, а так все неплохо. Да, тебе сложнее, чем остальным, ты младше всех и живешь еще в другой стране, да, в Словении. Поэтому, конечно, там другие жесты, как билинг, тебе тяжелее, но, тем не менее, у тебя хорошо получается. Спасибо, что ты уважаешь русский жестовый язык, и мы надеемся, что у тебя с каждым разом будет получаться лучше. Очень важно смотреть прямо в камеру, не забывать использовать мимику лица. Пожалуйста, следующее видео. Спасибо. Спасибо. Это Анфиса рассказывала. Лера. Она считает, не показывая, что человек идет. Тимофей. Очень много прыгает и бегает с одного на другое, чересчур. Понятно. Валерия. Очень быстро рассказывает и перемещается. Я не успеваю следить за ее жестами. Из-за этого не все понятно, что она рассказала. Все? Все высказали свое мнение? Я хочу сказать, что Анфиса хорошо рассказывает, ориентируешься хорошо, но нам сложно смотреть, потому что ты показываешь в профиль. Ты не смотришь на собеседника. То есть нужно смотреть все-таки на слушателей, то есть ты поворачиваешься, выражение лица, мимика очень хорошо работает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, побежала, эмоции, ты все передаешь. Очень отлично у тебя получается. Немножко чересчур ты перемещаешься в пространстве, а так все хорошо, молодец. Лера сказала, что нужно считать шаги, но у Анфисы до этого, в общем-то, все четко по тексту идет, и я просто отрезал кусочек от ее видео, то есть чуть-чуть поспокойней, и тогда все будет хорошо. Спасибо, ты большая молодец. Следующее видео есть еще у нас? Все, последнее. Хорошо, всем большое спасибо. Мы посмотрели, обсудили домашние задания. У всех одинаковый недостаток, не хватает мимики на лице. И сегодня тема нашего занятия – мимика, как правильно выражать эмоции. Давайте начнем и разберемся, и потренируемся. Мимика – это очень важно для выражения в жестовом языке. Оно помогает передать в рассказе эмоции и много чего. Без этого невозможно понять, о чем идет речь. Так же, как человек не может жить без воды, жестовый язык невозможен без мимики лица. Это обязательно использовать. Сегодня мы с вами попробуем на примерах потренироваться. Читайте текст. Дружок – это кличка собаки – завизжал от радости и кинулся к нам. Принялся прыгать и лаять. Миша схватил его на руки. Дружок, мой верный пес, значит, ты нас не забыл. А собачка лизала ему щечки, а Мишка целовал его прямо в морду. Леночка смеялась и радовалась. Какое выражение лица сейчас у меня было? Радость. Да, радость, правильно. А почему радость? Из чего понятно? Лера. Потому что в рассказе описывается эта эмоция радость. Да, почему именно радость-то? Кто? Лиза. Потому что собака с мальчиком встретились. Это радостный момент. Валерия. Валерия. Он увидел и обрадовался, что собаку увидел. Он обрадовался, что она его не забыла. Правильно. Давайте посмотрим на рисунок. Что собачка, видите, делает, да? Подбегает к мальчику и к девочке. Девочка улыбается. Мама или папа ставят тоже радостные у них выражения лица. На рисунке, значит, изображены, что они радостные, поэтому обязательно эту эмоцию передавать. Вдруг кто-то схватил меня за ногу. Валя спрашивает, что ты? А я говорю, меня кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк? Валя испугалась. И бегом из комнаты. Я за ней. Выбежали в коридор. Дверь захлопнули. Какую эмоцию здесь надо изобразить? Испуг. Страх. Лера. Испуг. Валерия. Страх, да. Потому что кто-то схватил, это страшно, неизвестность. Да. Анфиса. Нужно удивление и страх. Да. Удивление, правильно, да. Страх и удивление, потому что... А что это ты, спрашивает Валя? Давайте теперь посмотрим на рисунок. Посмотрите на выражение лица мальчика. Он испугался и бежит. Девочка тоже оборачивается и быстрее пытается убежать. Кошка тоже несчастная. Видите, как ее нарисовали с ужасом на мордочке? И даже мячик испугался и скачет от опасности. Здесь испуг. У девочки удивление и желание побыстрее удрать. Важно, да. Давай третий пример посмотрим теперь. Мама рассердилась. Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна. Я больше не буду. Зашей, мама. Сам зашей. Так я же ведь не умею. Сумел порвать, сумею зашить. Мама рассердилась. Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна, да? Я больше не буду. Зашей, пожалуйста, мам. Сам зашивай. Так я не умею шить. Умеешь рвать, умеешь зашивать сам. Лера. Злость и просьба. Приказ, злость, просьба. Да, хорошо. Тимофей. Тимофей. Мама злится, да. А мальчик просит, плачет, грустный, да, грустное выражение лица. Он умоляет. Хорошо, молодец. Алина. Сердится, просит. Да. Анфиса. Злость, гнев, просьба. И я знаю этот рассказ, я его читала. Хорошо, молодец. Валерия. Злость. Приказ. Мальчик грустный, плачет. Мне кажется, еще немножко есть удивление, когда мальчик просит. Я больше не буду, я не умею зашивать, а мама удивляется и злится. Сам зашей. Да, есть, конечно, там чуть-чуть удивление есть, я согласен. Смотрим на картинку. Посмотрите на выражение лица мамы. У нее сердит и уставшее выражение лица. Она работает, готовит, убирается. Еще нагрузку зашивать его штаны. Видите, у нее плечи наклонены вперед. Она как бы нападает. Мальчик немножко боится и удивлен. Он отходит немножечко, отстраняется назад. Видите, у них разные выражения лица. И нужно не статично показывать, что нужно играть телом тоже. Мальчик боится нападения как бы от мамы. Да, это важно учитывать. Следующее. Сейчас мы начнем разбирать слова из рассказов. Всего будет сегодня три рассказа. Не волнуйтесь, они просто не очень большие. Оттуда я выбрала наиболее сложные фразы. И сейчас мы с вами их обсудим. Разберем эти слова. Накроемся вместе. Это значит вдвоем с кем-то мы накрываемся. Может быть, например, или с кошкой, с собакой. Тогда жест выглядит по-другому. Понятно? Укрыться одним плащом. Плащ один. А укрылись с кем-то. Либо укрылся один. А если вы держите собачку, то укрываетесь вместе с ней. Дальше вы смотрите из текста рассказа. С кем укрылся человек. Из предложения. Тогда такой жест используйте. Плащ один. Укрыться одним плащом. Три варианта. Густо покраснели. Может быть, такой жест. Да. Такой жест может быть. Или такой жест. Все это может означать густо покраснели. Можно использовать три синонима жестовых к этому словосочетанию. Вот такие синонимы. Смотрите. Сестренка тонула. Посмотрите. Здесь тонула. Это значит, что процесс не произошел. То есть этот процесс идет. Она тонет в данный момент времени. Поэтому вам нужно это передать при помощи жеста. Если бы была сестренка утонула, то мы показываем окончательный итог действия. Оттонула. Значит, это процесс. И выражение лица у вас должно быть соответствующее. Понятно? Слова из рассказа. Волки напали. Волки. Это значит, их много. Как показывают? Вот волки напали. Волки. Три жеста. Связано тоже нужно из предложения. Направление жеста мы берем дальше уже из текста. Они могут напасть на меня или напали на кого-то. В зависимости от этого положение жеста будет меняться в пространстве. Закрыл пасть. Пасть. Это животного. Это рот животного. У человека лицо, рот. А у животного морда. И у них пасть. Жест такой тогда. Показываем таким жестом. Плещется вода. Вода плещется достаточно сильно. Даже есть звук у воды, когда она плещется. И она немножко как бы скатывается из того, откуда она плещется. То есть не немножко, не очень сильно. То есть вот средняя амплитуда движения рук в жести плещется. Через голову кувыркается, колесом ходит. Через голову кувыркается. Множественный жест. Колесом ходит вот так. Показываем. Через голову кувыркается. Несколько раз. И колесом ходит. Понятно? Вот такими жестами мы показываем эти слова. А сейчас у нас будет первый рассказ писательницы Валентины Асеевой «До первого дождя». Сейчас я вам расскажу. Вы смотрите за мной. Если что-то непонятно, какое-то слово, то меня спрашивайте. Я вам сейчас все покажу, как нужно его рассказывать. Две девочки. Таня и Маша были очень дружны и всегда вместе ходили в детский сад. То Маша за Таней заходила, то Таня за Машей. Один раз начался сильный дождь, когда они шли по улице. Маша была в плаще, а Таня в одном платьице. Девочки побежали. Таня бежит и кричит. Сними плащ, мы вместе накроемся. А Маша, я не могу, я промокну. И накрыла голову купюшоном. Видите, как она о себе только позаботилась, а ее спрашивает подруга. Поделись плащиком, но она не готова делиться. В детском саду воспитательница сказала. Странно, у Маши платье сухое. А у тебя, Таня, совершенно мокрая. Как же так случилось? Вы же вместе сейчас пришли. А Таня отвечает. У Маши был плащ. А я шла в одном платьице. А воспитательница говорит. Так вы же могли бы укрыться одним плащом. И взглянула на Машу, покачав головой. Видно, ваша дружба до первого дождя. Обе девочки густо покраснели. Маше за себя стыдно, а Тане за Машу. Видно, ваша дружба до первого дождя. Это значит, что они неверные друзья. Что так, погулять, поболтать. А случится какое несчастье, то помощи от этого друга ждать не приходится. То есть дружба их пустая. Вот эта фраза это означает. Валерия. Значит, значение такое, что девочки дружат, дружат, играют вместе, развлекаются. А когда начался дождь, то поделиться плащом, вместе накрыться. Эгоистично поступает подруга, а другая замерзла вся и промолкла. Да, ты правильно говоришь. Да, что она думает только о себе. Совершенно верно. Лера. Они дружат, дружат, а по факту никакой дружбы и нет. И поэтому воспитательница им так и сказала, что ваша дружба до первого дождя. Смысл этого предложения состоит в том, что мы уже его разобрали. Давайте посмотрим следующий рассказ. Рассказ того же автора, Валентина Асеевой, называется «Хорошее». Мальчик Юра проснулся рано утром, смотрит в окно, солнышко светит, день хороший. И захотелось мальчику самому что-нибудь хорошее сделать. Сел он и думает, что если бы моя сестренка тонула, я бы ее спас. А сестра тут же пришла и говорит ему, погуляй со мной, Юра. Он ей отвечает, уходи, не мешай думать. Сестренка обиделась и отошла. Видите на рисунке, да? Вопросов нет, да? Все понятно. А Юра продолжает думать, воображать. Вот если бы на няню волки напали, я бы их всех застрелил. А няня тут как тут. Убери посуду, Юрочка. Сама убери, мне некогда. Покачала головой няня. Видите, вот он воображает. Художник изобразил иллюстрацию, что няня на дерево залезла, прячется, а волки пытаются ее достать оттуда. И это все в его воображении происходит. Юра продолжает думать, вот если бы трезорка в колодец упал, я бы его вытащил. А собака-трезорка прибежала, хвостом виляет и как бы говорит, дай мне попить, Юра. Пошел вон, не мешай думать. Закрыл пасть трезорка, полез в кусты. А Юра к маме пошел и спрашивает, что бы мне такое хорошее сделать? Погладила мама Юру по голове. Погуляй с сестренкой. Помоги няне посуду убрать. И дай водички собачке. Конец. Вам понятен смысл этого рассказа? Понятен. Валерия. Мальчик мечтает о том, чтобы сделать что-то хорошее, мечтает об этом, мечтает, а на самом деле все его просят и сестра, и няня, и собачка. А он всех прогоняет, никому не помогает. Если бы он с сестрой погулял, это было бы очень хорошо, если бы он помог няне, это было бы замечательно. Если бы собаке помог, это тоже все хорошие дела. И не обязательно кого-то спасать, для этого не обязательно тонуть. Алина. Он хочет все сделать хорошее мальчик, а на самом деле делает только плохое. Сестра его просит, он ее прогнал. Няня просит помочь, он тоже ее прогнал, это плохо. Собака его попросила, тоже он плохо к ней отнесся. Наоборот, делает только плохое. Правильно. Полина. Он хочет сделать добрые дела. Няня его попросила, он отказывает. Он не уважает. Да, то есть, а сам спрашивает у мамы, что же мне хорошее сделать. Посоветуй мне, да. Так вот уже, у него же, к нему лучше с просьбами обращались. Лера Сошина. Юра мечтает о том, как всех спасти, а не то, что хорошее что-то для кого-то сделать. Тимофей. Мальчик хочет быть самым лучшим и мечтает об этом. А сам никому не помогает. Анфиса. Он мечтает, мечтает о чем-то, думает, а по делу ничего не делает ленивый и никому не помогает. Хорошо. Важно подчеркнуть здесь, что нужно уделить маленькое внимание. Человеку будет все равно приятно. Если тебя просят о чем-то, ты выполняешь просьбу, это дает тебе радость, это хорошее дело. А когда ты всем отказываешь, то все расстраиваются, и тогда ты не являешься хорошим. Это нехорошие поступки. Лори. Юра всем отказывает. Это плохо. Это плохие дела. А если бы он всем помог, то было бы хорошо. Да, правильно. Отказывать это плохо, действительно. А помогать всем это хорошо. Еще есть вопросы? Нет вопросов? Следующий. Третий рассказ. Следующий, последний у нас рассказ. Той же писательницы Ульентины Асеевой «Сыновья». Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок на камушек рядом присел и наблюдает. Вот одна женщина говорит другой. Мой сынок ловок, доселен, никто с ним не справится. А вторая говорит. А мой поет, как соловей. Ни у кого такого голоса нет. А третья молчит. У меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, кто третий из нарисованных? В розовом, говорит Полина. Валерия говорит. Валерия в желтой кофточке. Лиза в желтой кофточке. Почему вы думаете, что в желтой кофточке? Лиза, почему? Две женщины на нее смотрят, потому что... И ждут от нее ответа. Да, по выражению лица легко. Две женщины друг другу рассказывают, хвастаются друг другом. И ждут ответа от третий. Когда же, что же она скажет? А она молчит. Посмотрите. По выражению лица и по видению. Вы все говорите, что верно, что не в розовой, а в желтой кофточке. И та третья женщина, которая молчит. Продолжим. Соседки ее спрашивают. Что ж ты про своего сына-то не скажешь? А что сказать, говорит женщина. Ничего в нем особенного и нету. Вот набрали женщины полные ведра. И пошли. А старичок за ними увязался. Идут женщины. Несут ведра. Останавливаются. Болят руки. Вода плещется. Спину ломит. Вдруг навстречу три мальчика выбегают. Один через голову кувыркается. Колесом ходит. Женщины на него любуются. Другой песню поет. Соловьем заливается. Заслушались его женщины. А третий парень к маме подбежал, взял у нее ведра тяжелые и потащил. Какой-то мальчик первый, второй или третий женщины. Третий женщины, да. Это та, которая молчала. Правильно, Полина говорит. Первый кувыркается, колесом ходит. Второй поет. А третий взял у мамы ведра и несет. Да, совершенно верно. Это третий мальчик. И вот эти женщины спрашивают старичка. Ну что, как тебе наши сыновья? А старик отвечает. А где же они? Я только одного сына-то вижу. Валерия хочет сказать. Почему одного сына видит? Потому что две мамы хвастались. У меня такой сын, у меня сякой сын. А по факту самый настоящий кувыркается, другой поет. А помогать маме никто не кинулся. И только третий сын, третьей женщины подошел и помог своей маме с ведрами. Так, Сошина Лера. Важна не внешность и не особенности какие-то, а важна душа, и чтобы всем помогать быть добрым. Тимофей. Нужно быть хорошим. Нужно... Хорошим, нужно помогать всем. Например, маме помочь что-то тяжелое, что-то трудное, да. А сын всегда поможет, и маме своей всегда. Алина. Первый сын сильный, второй певец хороший, а по факту они только воображают, поют, а помогать никто не готов. А только третий мальчик из троих был готов помочь своей маме. Лиза. Мамы хвастались, какие... И мальчики хвастунишки получились. А вот третий сын любит помогать маме. И видно, что хороший мальчик, да. Лори. Ты поняла, да? Посмотри. Да. Из трех матерей две выброжалы хвастались своими сыновьями. А третья молчала. Дедушка заметил, что это хорошо. И сказал... Хорошо. Посмотрите, две женщины, две, которые справа. Которые рядом друг с другом стоят. А одна, у которой сын помощник, она состоит рядом со стариком. А как ты... Почему ты решила, что это именно она? Потому что выражение лица, эмоции, ей приятно слушать. Да. А двоим неприятно. У них недовольное выражение лица. Мама гордится своим сыном. Та, которая богатырём хвасталась, которая певцом хвасталась. А мужчина сказал, вижу только одного настоящего сына. И этим двоим мамам было неприятно об этом слышать. А той, которой вроде как нечего было сказать про сына, наоборот, приятно услышать похвалу. Главное не внешность, а главное какая душа. Да, это правильно, Анфиса. У вас есть вопросы какие-то ещё? Всё понятно. Каждый рассказ имеет свою мораль и свой смысл. Он подсказывает, какие поступки хорошие, а какие не очень. Помогает нам этому научиться. Домашнее задание. Все три рассказа рассказывать не надо. Вы каждый выберете по два рассказа. До первого дождя, хорошее или сыновья. Вы сами выбираете из трёх два рассказа, которые вам нравятся. Я вас всех благодарю. Вы все молодцы. До встречи. Жду ваших домашних заданий. До 10 ноября. Правила всё те же. Горизонтально. Не забывайте про эмоции на лице. Воображение. Воображение включайте. К этому плюс эмоции обязательно в мимике использовать. Мимику на лице. Удивление, стыд. Всё это вы должны передавать. Научитесь. Без мимики рассказывать на русском жестовом языке не получится. Это обязательное условие. Попробуйте это сделать. Освещение в однотонной одежде постарайтесь без надписи. И спокойно, не торопясь, рассказывайте. Алина, спокойно, пожалуйста, рассказывай. До встречи. Скоро увидимся. Спасибо всем. До свидания.